Бывший представитель Запорожского областного совета Александр Нефёдов вернулся в Запорожье. Намерен баллотироваться в народные депутаты. Своими планами поделился с журналистами. Александр Нефёдов заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду. По какому мажоритарному округу пойдёт на выборы, ещё не решил. Главное, что теперь может свободно работать в Запорожской области. За все эти четыре года мне запрещено было общаться по каким-то политическим вопросам, административным, вообще просто появляться где-то на политической арене города и области. Понятно, кем было запрещено. Кем? Вам нам непонятно. Пожалуйста. Да, Виктор Фёдоровичем Януковичем. Потому что он меня забрал отсюда, для того, чтобы здесь Петров, Кальцев и Пиклушенко могли нормально работать. Встреча с журналистами, которую организовал Александр Нефёдов, прошла в формате дружеской беседы со старыми коллегами. Ведь с представителями СМИ работал много и очень тесно. Одну из наболевших проблем, которую предстоит разрешить в первую очередь, называют мосты. Способы найти деньги на их достройку есть, говорит Александр Нефёдов. Народные депутаты должны жить в бюджетном комитете, должны жить в Кабмине, пока нам не будут выделены деньги. Мы же понимаем, не дают тому, кто не просит, кто не требует. А если требует, то, естественно, получается. И когда мы были здесь, то мы президентов всех, которых встречали, привозили на мосты и держали за горло, пока они не сказали, что 100 миллионов у вас уже есть. Не обошли стороной и тему АТО, а точнее реабилитацию и льготы для участников боевых действий. Этот вопрос, как и для многих украинцев, актуален и для Александра Нефёдова. Ведь его сын также воевал в зоне антитеррористической операции в составе добровольческого батальона УБОПа. Слава Богу, вернулся живым и здоровым. В целом же, Александр Нефёдов считает, что для того, чтобы Запорожье и область процветали, во главе должны быть те, кто будет делать свою работу от души.